Добрый день всем! Видно ли меня? Слышно ли меня? Напишите, пожалуйста. Так, сейчас я сяду, что было в серединке. Если видно и слышно, то что-нибудь там... Плюсик. Видно, слышно? Отлично. Хорошо. У нас сегодня будет веселый семинар на грустную тему, потому что, я надеюсь, что хорошо слышно, потому что здесь буквально за одну минуту до семинара, я сейчас в Испании, включили веселую музыку на улице. Прямо из громкоговорителей. Это, наверное, для того, чтобы мы с вами здесь не уснули на семинаре, потому что тема действительно тяжелая, тема расставания. Поэтому вот так вот интересно будет у нас сегодня. Тема расставания, жизнь после расставания под веселую испанскую музыку. Спасибо, Ирина. Ну что же, давайте начинать. Сегодня мы ограничены по времени, у нас час будет длиться вебинар, поэтому приготовьтесь, пожалуйста, до трех часов немножечко поработать. И за час, конечно же, мы не успеем охватить такую огромную глобальную тему, как расставание. И этой теме, кстати, уделяется очень мало внимания, поэтому тема очень важная. Что мы делаем обычно, когда что-то происходит в нашей жизни, не очень хорошее, такое же, как например, как расставание, после отношений, развод, разрыв? Мы стараемся все это спрятать глубоко в себя и побежать жить дальше, вот слушать испанскую музыку. Я все время так делала, пока я была молодая, я бежала сразу скорее на дискотеку и там выплескала весь парк. Но оказывается, эта боль, она никуда не уходит, она остается внутри. И вытащить ее можно только специальными методами или прожить с ней всю жизнь, нося ее в себе вот так вот на плечах. Поэтому тема очень важная. И, может быть, если даже сейчас у вас есть прекрасные гармоничные отношения, то этот вебинар, может, полезно будет послушать. Если когда-то первая любовь, молодой человек в молодости был когда-то разрыв, то этот вебинар тоже будет полезен. Ну что же, поехали? Давайте посмотрим план нашего мероприятия. Сначала я расскажу мою историю, почему же вообще я заинтересовалась этой темой. Почему я пришла с работой именно про отношения, да? Ведь тема психологии, она очень обширная, и можно выбрать абсолютно любую тему. Но вот меня почему-то заинтересовало это. Расскажу немножечко об этом. Мы поговорим с вами о том расставание, разрыв, развод. Почему это больно? Многие, вы, наверное, видели много очень картинок, когда пишут, что это новая жизнь, это все прекрасно. Да, это прекрасно, но почему же это больно, да? Вот мы с вами это рассмотрим. И точка зрения, с которой я сегодня хочу рассмотреть вместе с вами, разрыв отношений, она немножечко отличается от общепринятой. Мы с вами не будем винить родителей. Мы с вами не будем копать наш прошлый жизненный опыт. Мы рассмотрим эту тему с точки зрения энергетики. Поэтому мы сегодня немножечко коснемся системы энергетических центров человека, что же это такое, и вообще, почему мы рассматриваем эту тему с точки зрения энергии. Сегодня мы сделаем одну практику на очищение своего энергетического тела от старых отношений, потому что очень часто остаются каналы с прошлыми мужчинами, и мы теряем энергию. Мы просто по этим каналам отдаем энергию мужчинам, с которыми уже никак даже не поддерживаем отношения. И этот вебинар я писала в анонсе для женщин. Это очень важно, потому что системы энергетики женщин и мужчин, они отличаются. Не только наше физическое тело, но и энергетическое строение тоже. Поэтому, пожалуйста, принимайте во внимание, что всю информацию, которую я сегодня даю, она будет полезна женщинам в первую очередь. Мужчины, может быть, что-то тоже возьмут себе, но в первую очередь и программа, на которую я вас приглашу, она тоже рассчитана на женщин. Потому что я сама женщина, я могу вас понять, да, мужчина, может быть, пойдет мужскому тренеру. Мужчины тоже вам всего хорошего, тоже нужно это все прорабатывать. И про программу я уже сказала. Презентация программы «Конец одиночества. Как встретить достойного мужчину» автора программы Дарья Корякина. И программа проводится по ее методике. Я сама обучаюсь на этой программе и вижу результаты самой себе, да, поэтому все опробовано на себе методом проб и ошибок, да, что называется. И, как я уже сказала, тема очень глубокая. В течение часа мы лишь прикоснемся к ней сегодня. Но если это тема, которая действительно вас волнует, то очень важно хотя бы начать, сделать первый шаг. И, может быть, для кого-то именно сегодня это будет очень важным таким толчком, да, посмотреть в эту сторону, фокус внимания сместить именно на расставание, для того, чтобы построить, наконец, в будущем новые гармоничные отношения полной любви. Ну что же, начинаем. И моя история. И история моя не такая прекрасная. Знаете, есть такой дизайн человека, когда планеты, звезды, да, что-то такое. Там, в общем, составляется специальная космограмма. Так вот, по дизайну человека у меня такая выпала интересная информация, что я пробую все на себе и говорю людям о том, что так делать не надо. Вот и сегодня я вам тоже расскажу о том, как делать не надо. Конечно, у меня были отношения, мне сейчас 35 лет, и отношения у меня первые самые незалателись с самого начала. Я в 18 лет вышла замуж, но, к сожалению, мой муж был игроманом. Игроман не с точки зрения, он играл в компьютерные игры, нет, было все намного хуже. Он играл в игровые автоматы, в казино и проигрывал все деньги. Поэтому мне пришлось с ним развестись, и у нас родилась прекрасная дочка. Конечно же, я ни о чем не жалею, это был прекрасный опыт, это мой жизненный опыт, который у меня за плечами, вот видите. Но тогда рухнула моя мечта. Ведь мои родители, они вот живут вместе очень-очень давно. Они вместе живут душа в душу. И я хотела так же. Я тоже хотела прекрасную семью. Да, добрый день, кто подошел. Сейчас я вижу ваши комментарии, просто не комментирую. Я тоже хотела прекрасную семью, дом, детей. Но вдруг вот эта мечта, она просто рухнула, и это было так больно. И что я сделала тогда? Я углубилась в работу. Тогда были огромные долги из-за того, что муж играл в автоматы. И некогда было думать о том, что больно, не больно. Нужно было воспитывать ребенка, да, я осталась одна. Конечно, помогали родители. Но вот эта боль, она... Я просто вот ее так взяла, проглотила, и жила с ней очень-очень много времени. И я-то думала, что это все проработано. Я думала, что это все забыто давным-давно. Но когда на курсе сейчас, который мы проходили совсем недавно с Дарьей, «Конец одиночества. Как встретить достойного мужчину», мы прорабатывали каждое отношение, вы знаете, я рыдала. Когда я прописывала вот это вот все, когда по методике Дарьи я стала вспоминать те отношения и разрыв, я не могла остановиться. У меня был такой поток слез, и я была настолько удивлена, как, ведь прошло много лет, сейчас мне 35, тогда мне было 20, да, то есть 15 лет я носила в себе эту боль, которая мне мешала построить прекрасные отношения, потому что после этого у меня так... Да, у меня были периоды счастливых отношений, но потом все равно это все приводило к разрыву, да, то есть у меня был еще один серьезный с мужчиной роман, который тоже был разорван в конце концов. Затем у меня был второй брак, родилась вторая дочка, и эти отношения тоже привели к разводу. То есть все вот так вот, да, и когда я развелась второй раз, то как раз тогда я уже задумалась, а что же происходит, что-то не так, что-то вот все советы, что-то мне дают, они не работают, что-то происходит со мной, да, почему я не могу построить отношения. Дело не в мужчинах, мужчины попадаются мне какие-то... Я притягиваю, да, мужчин, соответственно, с которыми последствия отношения рушатся. Поэтому эта тема вот тогда меня очень сильно заинтересовала после второго развода, и с тех пор я просто жадно глотаю знания, изучаю. Может быть, вы видели в моей группе, если не состоите, то добро пожаловать в группе «Арт-терапия» с Екатериной Великановой. Там много информации, и аудиокнига, и разных других источников. То есть посмотрите по теме отношений, можно что-то найти. И таким образом, кто же я теперь, да, благодаря тому, что спасибо моим всем мужчинам за то, что они привели меня на тот уровень, на котором я нахожусь сейчас. Сегодня я инструктор по йоге. Я сейчас, например, на обучение в Испании. Завтра у нас экзамены, послезавтра мы едем домой. Так что можете пожелать мне удачи. Я арт-терапевт. Я прошла обучение в Центре эволюции Хирону Дарьи Корякиной. На многих программах это «Возвращение крылатой», «Птица-1», «Птица-2», «Конец одиночества», «Как встретить достойного мужа и стать женским тренером», «Наука изобилия», «Создание своей школы онлайн». Я прошла тета-хилинг, базовый курс. И все это благодаря моим двум разводам и прочим расставаниям. У меня две замечательные дочки, 15 и 6 лет. Тоже я очень благодарна, очень люблю своих девочек. Вот такая вот история, моя история. Почему эта тема меня интересует и почему я хочу помогать другим женщинам? Потому что я знаю теперь, как от этой боли избавиться, как очиститься. Это знаете, как вот дома, например. Вы же не пойдете в магазин или вставьте ваш холодильник. Как вы заполните его новыми свежими продуктами, если у вас внутри много гнилых, тухлых и старых? Нам нужно сначала вытащить все вот эти тухлые старые, выкинуть их, а затем уже туда положить красивые помидорчики, огурчики, мороженое. Все то, что мы будем использовать в нашей новой жизни. Также с отношениями. Если мы не прорабатываем разрыв, то вся боль, которая у нас внутри, она именно здесь находится. Не зря я показываю с точки зрения энергетики. Она вот здесь у нас в сердечном центре. Она не дает нам встретить мужчину вот такого вот свежего, для которого нужен нам для новой жизни. Мужчина встретится тоже, который принесет нам еще больше боли. То есть вот такая вот интересная закономерность. Поэтому сначала очищение. То, что как раз мы и будем проходить на программе, о которой я расскажу немножечко попозже. Давайте двинемся дальше, что у нас здесь по плану. Итак, давайте я сначала этот слайд спрячу. Вот так вот. А спрошу у вас, вот, милые дамы, кто сейчас присутствует, напишите, пожалуйста, в чат разрыв, развод, расставание. Напишите, с чем у вас проходит ассоциация. Может быть, одну фразу. Может быть, даже это будет фраза из песни. Потому что сейчас, да и не сейчас, всегда, песни посвящались несчастной любви. Что может быть происходит с телом? Может быть, что-то из своего опыта. Может быть, просто какая-то фраза, которая придет вам в голову. Так, вот вижу Виктория Семенова. Боль и тяжесть. Так, боль. Дождем немножечко, да, пока все напишут. Я вижу, что вы пишете. Грубость со стороны мужчины, унижение, боль, тяжесть. Отлично, хорошо. Ну вот слово «боль», да, оно везде фигурировало. Действительно, давайте я включу вот на слайд, который я вам не показала вначале. Что говорят люди о расставании? Не говорят «сердце разбито». Если мы не будем рассматривать с энергетической точки зрения, то здесь полный нонсенс. Сердце отвечает за кровоснабжение. Сердце — это насос. Сердце — это мышца. Как оно может быть разбито, и почему мы чувствуем боль здесь? Если мы будем говорить с точки зрения логики, то у нас должен быть разбит мозг, да? И почему мы, например, посылаем друг другу сердечки? Я люблю тебя, это сердце. Почему мы не посылаем мозг? Я думаю о тебе. Вот у тебя мой мозг, да, этот смайлик. Почему это сердце? Потому что с точки зрения энергетики, энергия любви, она находится здесь как раз на уровне сердца. Поэтому когда мы расстаемся, когда происходит разрыв, то мы действительно чувствуем, ощущаем, что наше сердце действительно разбито. Как будто разорвано что-то здесь у нас в груди, да? Как будто нечем дышать. Опять же что-то здесь. Опять опускаются руки. Да, мозг было бы захватывающе. Опускаются руки, то есть это всё здесь. Смотрите, в этой зоне, да? То есть мы не можем поднять руки, потому что плохо здесь. Пустота внутри. Опять где пустота? Не в голове. В голове у нас всегда слова «мешалка». Не в животе, потому что в животе мы можем всегда наполнить его, да, едой той же самой, и там не будет пустоты. Пустота здесь. То есть мы ощущаем, что мы не можем вздохнуть, мы не можем, у нас нет никаких желаний, да, вот то, что я написала. Женщины пишут, что слёзы, хочется кричать, ощущение несправедливости. И потом возникает негативное ощущение к мужчинам. Это то, что написала Ирина у нас, то, что грубость, например, со стороны мужчины, испытываем унижение, а потом автоматически. Я помню, что когда я развелась со своим вторым мужем, я твёрдо решила, что никаких мужчин больше в моей жизни не будет. Никогда. Я либо останусь одна навсегда, монахиней какой-нибудь, да? Ну, не монахиней, просто буду жить со своими девочками, и всё. Может быть, возьму ещё ребёнка себе из детского дома. А может быть, стану женщиной нетрадиционной ориентации. И вот сейчас я смеюсь над этим, да, мне смешно. Но тогда это были действительно мысли, которые меня посещали на полном серьёзе, что говорить, как если сказать простыми словами. Я действительно об этом думала. Вот. И всё это, вот я уже вам сделала подсказочку, да, это нарушение именно в энергетической системе. Иначе мы бы говорили о мозге. Мой мозг взорвался, да. Я рассталась, и мой мозг вскипел. Но мы же так не говорим. Хорошо. И что в нашем обществе сейчас, именно в российском нашем обществе, огромный минус. Мы сейчас вот это буквально недавно разбирали на уроке йоги здесь по философии, и мне очень понравилось о том, что сказал учитель. Что происходило раньше? Раньше у людей было очень много ритуалов. И что бы ни случилось, был определённый ритуал. Умер человек близкий. Нужно обязательно быть в трауре, да, не слушать музыку, там есть какую-то простую пищу, молиться, молиться. Если произошло что-то другое, то на это тоже был ритуал. Для того, чтобы эту боль проработать сразу, чтобы она вышла, чтобы вот с помощью каких-то этих ритуалов помочь человеку. Что же происходит в нашем обществе сейчас? Если человеку плохо, если больно, вспомните, что советуют подружки. Да ладно, да, вот найдёшь себе нового. Это, наверное, я также советовала, поэтому я умею это делать. Да пойдём лучше на дискотеку сходим, да? Родители говорят, да, он плохой, он плохой, ты-то хороший, а он-то плохой. Ой-ой-ой, ну ты встретишь хорошего обязательно. Какая поддержка? Никто не говорит о том, что да, тебе больно. Подожди, просто проживи это. Вот тебе определённое дело, которое поможет тебе эту боль прожить. Вот такую медитацию тебе нужно сделать. Вот такую арт-практику тебе нужно сделать. Вот это, вот это, вот это по шагам, и ты будешь снова как новенькая, да? Никто так не говорит, к сожалению. К сожалению, все говорят, убери свою боль вот сюда поглубже и беги дальше. Беги по жизни, занимайся делом, нагрузи себя работой, уйди в отрыв, найди себе нового мужчину. Вот это самое, вообще совет просто стопроцентный. Когда, да ладно, успокойся, клин клином вышивают, слышали же такое, да? Когда просто вот ты про этого мужчину забыть не можешь, ты о нём думаешь, гоняешь, вот здесь вот больно. И что женщины говорят? Найди себе нового. Всё, старый сразу автоматически забывается. Если бы было это всё так просто, то мы бы сегодня с вами не проводили этот вебинар, правда? Просто все бы нашли себе сразу нового мужчину, иди сюда. Потому что все красивые, все прекрасные. Так, ещё говорят, Михаил Виктория пишет, что значит, не твой мужчина и был, да? То есть как смирись с судьбой, жди своего принца, да? То есть вот это был не твой мужчина, но вот твой обязательно появится, верь, всё. Но про боль никто не говорит, да, что про работу. И единственный пример, который я слышала, это купи килограмм мороженого и ешь его. Вот это может быть уже близко что-то к этому, да, когда ты просто действительно остаёшься твоё тело в покое, когда ты ешь мороженое и смотришь какой-то сериал, но что-то приближенное к избавлению от боли. И сейчас я вам дам прекрасные три даже варианта. Вы можете их посоветовать своим подругам, сделать сами. Если, например, не представляете, да, приходит к вам рыдающая подруга и говорит, всё, мы расстались, а вы ей говорите, ага, а вот у меня есть вот такой-то метод. И вы садитесь вместе с ней, это всё делаете, и она вдруг начинает летать и порхать снова. Можете сделать сами. Или, например, если это трудно, это практика арт-терапии, то можете обратиться ко мне. У меня в группе есть товары. И я, конечно, с радостью вам помогу. Первая практика – это из-за практика, когда нужно нарисовать свою боль. То есть вы просто берёте карандаш, краски, неважно что, и начинаете рисовать. Когда не больно сейчас, это кажется нонсенс, это кажется, что ну что там я порисовал. А когда больно, когда ты сидишь просто в таком вот ступоре, и ты ничего не хочешь, то это очень сильно помогает. Я вам покажу, например, два рисунка, которые были нарисованы как раз в моём таком состоянии. То есть вот смотрите, здесь и тучи, и нет, и мама, да, крики какие-то, холод. То есть вот это, паук даже. То есть вот это вот было нарисовано как раз в момент расставания с молодым человеком. Я помню, что мы рисовали это с дочкой вместе. То есть она рисовала свою картину, а я рисовала свою. И поэтому, может быть, ещё здесь всё-таки такое более разноцветное. А может быть, если бы я была одна, то я бы закрасила всё это ещё более чёрным цветом. Или, может быть, это какая-то вообще абстракция, вот как здесь, например. И это достаточно долго, да, вот представляете? То есть меня от этого рисунка было не оторвать. То есть мне вот эти точечки хотелось ставить. Это, наверное, два с половиной часа арт-практики, когда ты просто погружаешься, и ты свою боль выносишь на рисунок. Потом, если не хочется, этот рисунок можно сконкать, сжечь, порвать. Можно оставить где-то, если вам нравится, то здесь уже по желанию. Итак, первый метод – это изотерапия, когда мы свою боль прорисовываем. Можно включить музыку какую-то спокойную, можно наоборот, вот мне очень нравится песня «Лолиты», да, «Пошлю его на небо за звёздочкой» или что-то такое. Ну, то есть то, что поможет вам эту боль поднять и выплеснуть на бумагу. Второй метод – это сказкотерапия. Вот я знаю девушки уже, я отсылала PDF-файл, уже знакома с этим методом. Он очень работает прекрасно не только с мужчинами, не только с детьми, не только с детьми сказкотерапия. Про мужчин, да, говорю, с детьми. Сказки любят все, и взрослые тоже. И сказка – прекрасный метод, в котором вы можете изменить ситуацию к лучшему. То есть вы просто садитесь и начинаете писать. Жила-была принцесса, жил-был принц, вот они поженились, стали королём и королевой, родили принца. И вдруг пришла снежная королева, охмурила короля, забрала его к себе в замок. И вот она, да, королева осталась одна, ей больно, ей страшно. Ну, и в зависимости от вашей ситуации, всё это описываете. Я вас уверяю, что рука сама пойдёт в бумаги, вы сами будете всё это писать. И лучше именно писать, да, это работать с подсознанием, именно прописывать. И вот здесь тот момент, когда можно всё это изменить. В сказке можно так поиздеваться над мужчиной, просто вот, например, превратить его в жабу. Правда, прекрасно? Правда. И раз он ушёл к снежной королеве, а мы его в жабу превратим. Ну, сказка, сказка. Как можно прекрасно устроить жизнь королевы, да, когда она, например, встретила другого принца, переехала в новый замок, что с ней произошло. Это всего лишь сказка, здесь полёт фантазии. Но это прекрасный метод работы с болью, когда вы берёте и ситуацию поворачиваете так, что она вдруг перестаёт быть негативной, она вдруг прорабатывается. Из сказки прекрасно то, что здесь можно использовать любое волшебство, да, здесь может быть волшебная палочка, домовой. Ну, я не знаю, вот мне так хочется почему-то мужчину в жабу превратить, вот того, который ушёл к снежной королеве, если бы я его, например, в волшебную палочку превратила. Это второй вариант – сказка-терапия. Жабец, да, Ирина, правда. И третий метод – это написание стихов. И я хочу вам тоже прочитать стихотворение. Сегодня, которое тоже было написано… Ольга, Катя, превратите, а мы раскрасим. Хорошо. Это я просто так вжилась в эту сказку, что мне вот того именно мужчину, который в сказке… У меня, да, с моих моих мужчин я уже всех превращала, уже подружилась с ним. Итак, стихотворение. Не обязательно быть поэтом. Можно написать белый стих, да, или хоку, когда рифмы нет, но вы просто пишете – это творчество, это прорабатывание через творчество своей боли. Вот послушайте моё стихотворение, да, тот мой пиковый момент, это был четвёртый день после расставания, потому что там в конце даже про четвёртый день. Большая боль болит больнее. Мне больно, мама, я не сумею. Я больше не верю, я потерялась, и от меня ничего не осталось. Да, оболочка, мама для деток. Мама нужнее, важнее конфеток. Я существую в мире безбрежном. Я вспоминаю, каким он был нежным. Я знала, что будет вот так. Я же знала. В любви растворилась и не ожидала, что человек вдруг решит отдалиться и с неба упала подстреленной птицей. Мне падать не больно. Я падала много. Мне падать не страшно. О, здравствуй, тревога. Привет, слёзы, градо. Привет, безнадёга. Здорово, надежда и веры немного. Болит голова, продюсирует слёзы. А скоро ведь март, подарки, мимозы. А я из осколков опять состоящая. А может быть, это я настоящая? Конец. Всё, пожар, землетрясения, цунами, взрыв, бомбы и наводнения. Его уже нет, это лишь наваждение. Остановка в пути, перерыв в вождении. Руки опущены, просто свисают. Нужны ли они? Чувства скисают. Самоконтроль, нужно время ненужное. Рваное, с дырками, тихое, чуждое. Я понимаю процессы течения. Но где же ты, где ты? Удовлетворение. Это пройдёт, да, я знаю, товарищи. Радость не жить после кошмарища. С кем поделиться стихотворением? Просто прочтите, и мне станет легче. День номер четыре. Ярче и резче. И вы знаете, я помню своё состояние, как оно менялось при написании стихотворения. То есть это всё было за один миг. И просто это было вначале кошмарище, то, о чём я писала. А потом в конце это просто было вот так вот. Спокойствие, тишина. И таких стихов много у меня. То есть оно было не одно. Ну, потом проходил час, эта волна снова накрывала, я снова садилась, снова писала. Но это очень мне помогло. Поэтому арт-практики, арт-терапия, это кажется вот так, да, со стороны, что это... Ну, что там такое, порисовал, сказку написал, стихотворение написал. Это очень мощные практики. Поэтому вы можете делать их сами, смело советовать их подругам, если вдруг они окажутся в такой ситуации. И эффект гарантирован, да? Вот так что мы с вами научились. Ну, а если вы хотите действительно поработать с профессионалом, то приходите ко мне. Об этом я тоже уже сказала. И давайте мы с вами перейдём именно к системе энергетических центров, да? Во-первых, почему мы говорим об энергии? Да, спасибо, да, спасибо за комментарий. Система энергетики. Ну, мы знаем ещё из уроков физики седьмого класса, что энергетическая система, что энергия есть. Я помню, как учительница физики нам предлагала в седьмом классе, а мы тогда маленькие ещё детки, да, такие, она предлагала нам, представьте, два шара с энергией, потом соединись их вот так вот вместе, поиграйте с ними и почувствуйте тепло ладоней, почувствуйте тепло этого шара. И я помню моё шоковое состояние, когда я действительно почувствовала тепло в ладонях, да? То есть действительно энергия, мы не можем её увидеть, но она существует. Представьте, как иногда вы подумаете только о каком-то человеке, а потом вдруг случайно встретили его в супермаркете или он вам написал ВКонтакте, позвонил, да? То есть это вот эти энергетические каналы, с которыми мы все связаны. Мы действительно все люди связаны между собой, связаны с природой, с нашей Вселенной, с нашей планетой. Мы не видим этого, но есть люди видящие, которые действительно знают, что определённая энергия определённого цвета, да, вот здесь вот на картинке не всё видно. Сейчас я отправлю. Следующую. Мелковато, но быстренько расскажу. И вообще, почему я говорю об энергиях? Почему я могу назвать себя специалистом в энергиях? Потому что я обучалась у Дарьи Корякиной на всех её программах, и везде она говорит об энергии, везде мы делаем медитации. Далее я инструктор по йоге, и здесь вот буквально завтра мне нужно будет писать экзамен на всех чакрах. К счастью, я это знаю благодаря Дарье, да, но всё равно для меня всё это открылось с другой стороны, с точки зрения йоги. И третий, я мастер игры «Семь печатей». Это трансформационная психологическая игра. Она выглядит как настольная игра. У меня, кстати, вот девушки играли, да, здесь Ирина, Лариса. Но это тоже игра об энергии. Видите, здесь те же самые цвета, те же энергии. И сейчас вкратце расскажу, почему же эти энергии разные, да. Может быть, этот подход вы не встречали. Почему разного цвета и почему у нас наши чакры, это наши энергетические центры, где как раз находится энергия определенного порядка, и все они разные. Я расскажу на примере вебинара сегодня, на примере подготовки вебинара нашего урока. Вот смотрите, самая первая чакра Муладхара – это фундамент, это безопасность, это выживаемость, это вот такие вот энергии базовые. И для того, чтобы создать вебинар, мне нужно было сначала, во-первых, идею поймать из воздуха, а во-вторых, действительно взять и прописать, что я скажу на семинаре, да, создать план, то есть вот создать его каким-то образом, сделать фундамент, то есть что я буду рассказывать. Не просто я сяду перед камерой и буду вам читать свои стихи. Хотя я могу продолжить. Шучу, конечно. То есть это фундамент. Всё, вебинар создали. Хорошо. Следующее. Переходим дальше. Вот смотрите, я создала вебинар, но я чувствую, что я не хочу ничего делать, у меня нет желания, у меня нет… Я не получаю удовольствия от этого. Я тогда не буду просто это делать, правда? Или если я буду это делать, то я, соответственно, потеряю энергию, и я буду истощена в результате. Но если у меня есть вот этот огонёк, азарт, удовольствие я получаю, тогда я продолжаю. Следующая энергия у меня из Фатхистана. Положили туда следующую энергию. Энергию удовольствия, желания, азарта. Следующее. Для того, чтобы действительно в жизни вот вебинар воплотился, нужно что-то сделать. И следующая энергия, да, Манипура, это как раз энергия действия. Действия, то есть нужно что-то сделать. То есть мне нужно было вас пригласить, мне нужно было зарегистрироваться здесь, на этом вебинаре, мне нужно было что-то сделать такое в жизни реальное, а не просто сидеть в медитации и представлять, как будет прекрасно провести вебинар. Действия активные. Следующее – это анахата чакра. Это как раз центр любви. И он находится вот здесь, в районе сердца. Вот я вам показываю. И как раз женщины испытывают боль, когда здесь блоки, когда мужчина обидел, когда произошел разрыв, расставание. Вся боль, она находится здесь. И на курсе, о котором я вам расскажу чуть-чуть дальше, мы очень много будем работать именно с этой зоной, зоной анахаты, потому что это очень важно. Важно восстановить эту энергию для того, чтобы женщина сама чувствовала себя любимой, для того, чтобы могла дарить любовь дальше. Я помню, что когда я развелась со своим мужем, я не могла дарить любовь своему ребенку. Я не могла, я была действительно пустая. То есть я физически что-то делала, я стирала носочки, отправляла ее в садик, но было такое ощущение, что это зомби-мама. То есть нет вот этого, что я тебя люблю, давай я тебе расскажу сказку, вот именно какой-то такой теплоты. Не было, прошло время для того, чтобы восстановить. Но вот как это сделать быстрее, мы будем изучать на курсе. Так что следующая энергия, энергия любви, да. И также вот в создании вебинара тоже я должна это делать с любовью, должна это делать с любовью. Такую фразу я, конечно, сказала интересную. Я делаю это с любовью, с любовью к вам. Я хочу вам помочь. Это вот такое движение, оно, я же могу этого не делать, но я хочу поделиться своей любовью. Я хочу, чтобы больше женщин избавились от этой боли, правда? То есть вот это вот движение как раз из следующей чакры. Следующая, это вишутка, это как раз проявление себя. Это горловая чакра, горло, то есть то, что мы говорим, да. Вот я именно вещаю. И здесь еще и проявление себя, да. То есть на своем ли я месте, мое ли это предназначение. Если я чувствую, что здесь я проявляю себя как свою уникальность, то я тогда продолжаю, да. Следующая аджна – это наш третий глаз. Это мудрость, это интуиция. И здесь примерно на примере вебинара можно привести такой пример. Смотрите, я могла вам вещать о чем? Я могла сказать, так, девочки, сейчас все, забудьте о нем, он козел. Делаем губы, берем мартини и идем на дискотеку, да. Все, это же тоже метод борьбы с болью, с расставанием. Но мудрости здесь как таковой не так много, правда? Поэтому мудрость тоже положили, все. И следующая энергия – это энергия связи микро и макро. Именно связи нас с высшими силами. Вы можете называть их Вселенной, можете называть их Бог, Творец, какие-то высшие силы, да. Но что-то существует в нашем мире, то, что движет нами. И также наша связь с другими людьми – это вследующая коронная чакра. И вот как раз курс, о котором я вам расскажу, он направлен на изменения в энергетической системе женщины. И я знаю на своем примере, как это важно, когда мы садимся в медитации, мы изменяем что-то на уровне визуализации, представляя, да, визуализируя цвет определенный, представляя, в каком круге вращается энергия, представляя, как эта энергия течет или не течет, наоборот, куда-то. И вдруг становится легче организм, да, на уровне физическом. И вдруг в реальности начинают происходить вещи, жизнь улучшается, да, потому что мы можем воздействовать как снаружи, вовнутрь, да, так и изнутри. Мы тоже можем сначала измениться внутри, изменить свою энергетическую систему, а затем это все автоматически повлияет на внешний мир, потому что мы связаны, связаны с другими людьми полностью. Вот. И сегодня, сколько у нас еще есть, у нас время? Ой, прекрасно. Мы с вами проделаем практику как раз на чакру Сватхистана. Это центр оранжевого цвета. Поэтому такая вам красивая картиночка. Он находится в районе ниже пупка. И сейчас мы проделаем такую практику прямо сейчас. Если у вас есть возможность, то, пожалуйста, сейчас присядьте в удобное положение. Можно сесть на стул. Мы просто не скрещиваем руки и ноги. Если вокруг сейчас много людей, например, да, я тоже, например, слушаю иногда вебинары, уроки где-то в транспорте, то я надеюсь, что будет запись. И эту практику можно будет прослушать затем, потом в тихом уединенном месте. И эту практику полезно повторять. Поэтому вот сейчас, девушки, кто уже делал, например, эту практику, вы как раз проверите своим внутренним взором, остались ли каналы или нет. Это тоже интересно. Итак, Сватхистана. Это энергия оранжевого цвета. Это энергия удовольствия. Это энергия сексуальная в том числе. Это удовольствие, желание, как дарение удовольствия, так и получение удовольствия. Но не только от секса, в том числе и от еды, и от своей деятельности, вообще от жизни. Если женщина пустая здесь, в этом центре, то вы, может быть, видели, что просто вот она вот живет, но не испытывает удовольствия и не дарит это удовольствие никому. Просто вот так. Или наоборот, если женщина наполнена, то она почему-то всем нравится, и мужчинам тоже, да, и с ней приятно общаться, и получается это у нее все легко. Легкость – это тоже здесь. И с удовольствием она все делает. Поэтому это очень важно. И в этом центре здесь создаются каналы с каждым мужчиной, с которым мы имели интимную связь. Даже если это была просто интимная связь на одну ночь, канал мужчине сформировался. И сейчас мы проделаем очень важную работу с одним мужчиной, потому что мы ограничены по времени. Но вы можете потом включить эту практику, или если запомните, как делать, то проделать это снова с другими мужчинами. Мы просто эти каналы перережем. Почему? Потому что по ним утекает ваша энергия. И если партнеров было много, то, соответственно, вы можете ощущать себя совсем, иногда даже очень плохо, да, потому что мужчины, они действительно забирают эту энергию. Они не хотят этого делать, они делают это не специально. Просто у женщины эта энергия активная, а мужчина принимает эту энергию. Поэтому вот так устроены законы Вселенной. Хотите верьте, хотите нет, да. И говорят, что эти каналы, они остаются от пяти до семи лет по разным источникам. То есть если в течение семи лет с мужчиной были отношения, то лучше перерезать. То есть сейчас мы будем представлять такие энергетические ножницы какие-то, да, и как будто бы перерезать этот канал. Здесь ничего страшного не произойдёт, то есть на уровне физического тела, конечно же, ничего не происходит. То есть эта практика абсолютно безопасная, и в медитации находиться абсолютно безопасно. И я сейчас здесь создаю вам безопасное пространство. Поэтому именно здесь и сейчас можно эту практику проделывать без мысли. Если у вас есть какие-то вопросы, да, там, опасения, страхи, то можете сейчас выгрузить их в чат. Это я отвечу, скажу, потому что я знаю, что многие девушки никогда не делали медитации, и это даже страшно просто закрыть глаза и что-то себе представлять. Ну, просто вот страхи, которые сидят у нас внутри. И когда вы перережете эти каналы, то может возникнуть, что мужчина, который вдруг оказался отрезан от такого прекрасного источника энергии, он активизируется. Он начнёт вам звонить, писать. Ну, просто не обращайте внимания, да, знаете, что это может быть побочный эффект такой от практики. Просто благодарите его за всё, скажите, да. Приятно было ещё раз пообщаться. Ну, спасибо тебе огромное за всё. Ну что же, если вы готовы, напишите, пожалуйста, в чат что-нибудь там, плюсик напишите, или напишите «Готово», и мы тогда начнём проводить практику. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok Сейчас всех подождём. Хорошо, отлично. Ну что же, тогда садимся в удобное положение. Если вы сидите на стуле, то лучше сесть на крайчик стула, для того, чтобы спина была ровной. Почему ровная спина? Для того, чтобы поток энергии проходил свободно, да, ничего не блокировало у нас наши энергетические центры. Садимся. Ноги, стопы стоят на полу, руки спокойно лежат на коленях, живот расслаблен. И мы закрываем глаза, делаем несколько глубоких вдохов и выдохов. Представляем, как из наших стоп, как будто бы вырастают такие энергетические корни. И мы заземляемся, мы крепко стоим на ногах. Это практика очень полезная, практика заземления. Почувствуйте, как по этим корням или как, что вы там представляете, в виде чего эта энергия поступает. Сначала в стопы, и они становятся теплыми. Потом поднимается выше, до колена. Далее поднимается дальше, выше, к бедру. И по позвоночнику наверх. И как будто бы фонтанчиком наверху, над головой, начинает бить такой фонтанчик небольшой. Представим это еще раз. Несколько вдохов и выдохов. Проверьте, расслаблены ли у вас плечи. Расслаблены ли мышцы лица. Начните дышать. Дыханием животом. С каждым вдохом наш живот надувается, как воздушный шарик. С каждым выдохом прилипает к спине. Вдох. И живот круглый, надутый, полный воздуха. Выдох и прилипает к спине. Постарайтесь на протяжении всей практики делать именно дыхание животом. Потому что как раз свадхистана чакра, с которым мы будем работать, находится в районе ниже пупка. Поэтому все внимание будет уделено именно этой зоне. Вдох. 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 Живот надувается. Вдох. 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 пупка где-то посередине тела оранжевый шар он может быть маленького размера может быть огромный просто наблюдайте то ли есть то ли нет это не означает что вы четко будете видеть его на вашем внутреннем экране просто давайте немножечко поиграем как будто вы видите этот шар и мы начинаем дышать этим шаром с каждым вдохом он как будто бы становится больше в размерах с каждым выдохом снова принимает свои размеры и мы сделаем несколько таких вдохов и выдохов а теперь мы представим как будто бы этот шар начинает вращаться круги от себя не на себя а от себя получается по направлению часовой стрелки попробуйте именно внутренним своим намерением раскрутить этот шар не забывая дыхание вдох плавно сменяет выдох и теперь представьте мужчину одного своего партнера если у вас было несколько партнеров то выберите одного с кем бы вы хотели поработать именно в этой медитации тоже представьте его может быть перед вами может быть сбоку или сзади от вас как будто бы он есть как будто бы нет не продолжайте дышать сейчас вы можете произнести те слова которые давно хотели сказать этому мужчине но не приходила возможность сейчас вот такая возможность у вас появилась именно здесь и сейчас я оставлю вас наедине скажите ему все что вы думаете о нем все что вы хотите сказать это могут быть негативные слова или слова благодарности я оставляю вас наедине и Продолжение следует... Молодцы, мы проделали очень большую работу. И сейчас время поблагодарить этого мужчину. Произнесите про себя. Спасибо, что ты был в моей жизни. Спасибо за тот жизненный опыт, который ты подарил мне. Спасибо за те прекрасные мгновения, что мы провели вместе. Я помню о тебе. Я благодарна тебе. Я не держу на тебя зла. Но наши пути дальше расходятся. Я буду строить свою жизнь без тебя. Я буду строить свою счастливую жизнь без тебя. Если еще что-то хотите сказать мужчине, скажите ей сейчас. И представьте, как вас соединяет энергетический канал. Как от вашего оранжевого шара, который мы только что представляли, от вашего энергетического центра Сватхистана, отходит энергетический канал. Может быть, он очень большой. Может быть, он тоненький и слабенький. В виде ниточки или в виде каната, или еще больше. Представляете, как он идет в мужчине. И соединяет вас. А теперь возьмите в руки, понарошку, да, мы с вами все представляем нашим внутренним взором. Ножницы или нож, или топор, что-то острое. Вы благодарите мужчину еще раз. И не жалея, перережьте, перерубите, разрежьте этот канал. И представьте, как вот этот отросток, он просто исчезает и растворяется в океане энергии. Вы не испытываете никакой боли. И наоборот, испытываете облегчение и благодарность этому мужчине. И вы представляете, что вы стоите на берегу моря или океана. И мужчина ваш стоит здесь же. И вы представляете, что корабль приплыл за вашим мужчиной. И вот мужчина поднимается на корабль, машет вам рукой. Приветливо улыбается. Он садится на корабль, вы тоже машете ему рукой. В благодарности. Вы готовы расстаться с ним. И мужчина уплывает на этом большом лайнере, на большом теплоходе или на маленькой лодочке. Уплывает в свою жизнь. А вы остаетесь в своей жизни прекрасной. Наполненный. Для того, чтобы в скором времени встретить своего мужчину. И создать с ним гармоничное отношение, полное любви. И вот корабль мужчины уже не видно. Он скрылся за горизонтом. И вы обращаете внимание вновь на Сватхистану чакру, на оранжевый шар. Увидите, как он вращается в направлении от себя. Сделайте еще несколько глубоких вдохов и выдохов. И когда будете готовы, открывайте глаза. И напишите в чат, как прошла медитация. Можно вкратце, какое испытываете состояние. Вдох, выдох. Пошевелите руками, ступнями ног. Откройте глаза. Пошевелите головой. Можно сладко потянуться. Сделать какие-то движения для того, чтобы проснуться. И напишите, пожалуйста, в чат, как вы себя чувствуете. Все честно. Если прямо то, что ощущаете, то и пишете. Подождем всех так. Ольга отправила с удовольствием за моря. Благодарю вас, Катя. Во благо, Ольга. Освобождение, облегчение, Ирина. Спасибо. Ладно, спасибо за практику. Во благо. Ирина, да, пожалуйста. Хорошо. Мы сейчас проделали эту практику с одним мужчиной. Вы большие молодцы, большие умницы. Потому что внутренняя работа – это огромная работа. Это работа над собой. И как раз внутренние изменения, они ведут за собой внешне, да, как мы уже и говорили. Катя, понравилось. Спасибо. Да, во благо, Екатерина. Виктория. Почувствовала легкость. Канал был нереально большим. И не сразу могла разрубить. Вот здесь очень интересно, что, Виктория, тогда можно эту практику повторить. Потому что бывает такая сильная связь с мужчиной, что в следующий раз, когда вы закроете глаза, сядете в медитацию, вы вдруг обнаружите, что этот канал все еще есть. Да, как так? Я же так его отчаянно рубила, а он снова появился. Это годами сформированный канал, поэтому в одночасье, возможно, нужно будет практику повторить просто. Вот. Молодцы. Еще раз похвалю вас. И что здесь? А, здесь хотела написать отзыв тоже о практике. Да, вот девушка, которая делала. Катюша, благодарю тебя за практику всеми своими чакрами. Особая благодарность от Сватхистана, которая очистилась от старых привязок и влогов. Это мы делали, когда мы делаем практику. Ну, тоже ее можно, кстати, у меня приобрести. Когда мы делаем сразу со всеми мужчинами, да, то есть сначала женщина выписывает весь лист партнеров, а потом мы вместе садимся в медитацию. Это обычно после практики йоги, именно в личном уже общении. И мы по очереди один за другим эти каналы перерезаем. Действительно, как важно найти гармонию в самой себе, обрести равновесие, продолжить восхождение, словно балерина на цыпочках по каналу. Да, вот такой вот отзыв. И давайте расскажу, что же за программа такая. Конец одиночества, как встретить достойного мужчину. Это автор этой программы, автор методики Дарья Корякина, мой учитель. И программа действительно уникальная. Такой программы больше я, по крайней мере, не встречала, хотя эту проблему я изучала уже на протяжении нескольких лет. И эта программа именно работает с энергетикой, с энергетической системой. Да, мы будем рассматривать там и теоретические моменты тоже. Что же такое гармоничное отношение, как начать строить отношения с правильным мужчиной. То есть, конечно же, это всё психология тоже в том числе. Но вот эти энергетические практики, они делают эту программу уникальной, потому что это работа с внутренним миром. И во внешнем мире вдруг начинает всё это проявляться очень быстро. И в результате прохождения курса в течение одного года вы встретите мужчину в своей мечте. И представляете, как здорово. И создадите с ним гармоничное отношение. В курсе мы будем работать с энергетическими центрами, это я уже сказала. В результате вы освободитесь от боли старых расставаний, измените отношение к мужчинам. Лучше поймёте себя и создадите гармоничное отношение. Самое-то главное. Каждый урок – это теория и практическая часть, вот та самая медитация. Будут домашние задания, будет поддержка в чате, когда можно общаться с девушками, кто проходит эту программу. Это поддержка очень мощная. Те, кто учат… Вот, кстати, здесь девушки есть, которые тоже учились у Дарьи на других разных программах. Мы вместе учились. И это действительно очень мощная поддержка, когда единомышленницы, да, женщины, которые находятся в таком же положении, как и ты, они тебя поддерживают. Это очень ценно и очень дорого. Программа состоит из 10 уроков, 10 недель работы над собой. То есть, получается, мы встречаемся раз в неделю вот так же на вебинаре, выполняете задания в течение недели, и в очередной неделе мы снова встречаемся на вебинаре. Стоимость – 37 950 рублей. Окей, и этот курс подойдет всем, даже тем, кто никогда не делал медитации, потому что если, например… Почему вот я все время говорила о медитации, то ли есть, то ли нет, да, мы воспринимаем разными каналами информацию. Кто-то лучше слышит, кто-то воображением видит, да, кто-то на уровне чувств. Поэтому в медитации здесь важно главное следовать за голосом, и изменения, они будут происходить уже сами собой, потому что работа с энергией, она вот такая интересная, что даже если вы ничего не увидели, а результат уже есть. Поэтому очень интересно. И скоро вот этот вебинар – это самая первая ступень, да, приглашение на эту программу. А затем будет еще бесплатный интенсив. Я еще пока его не создавала, поэтому не знаю, сколько дней, но минимум три дня – это точно, где тоже можно будет бесплатно поучаствовать и дальше проработать свою боль и принять решение уже, хотите ли вы поступать на программу или нет. Мы углубимся в тему разрыва отношений, поближе познакомимся с программой «Конец одиночества. Как встретить достойного мужчину». Если вы хотите поучаствовать в этом интенсиве, он будет с осенью, да, то есть сейчас он в процессе подготовки. Я обязательно сообщу, когда, то есть дата пока еще неизвестна, но вы можете уже сейчас просто написать личное сообщение о том, что вы хотите поучаствовать в интенсиве, и затем я просто пришлю уже вам приглашение. И также, если вы не хотите поступать на программу такую долгосрочную и глобальную, да, по каким-то определенным причинам, может быть, финансовые причины тоже, я вас прекрасно понимаю, то можете обратиться ко мне за помощью как арт-терапевта, и мы с вами проработаем это все в арт-сессии, либо вы можете поучаствовать в игре «Трансформационно-психологическая об энергиях», о которой я писала сегодня, отправляла вам фотографию ее, «Игра 7 печатей», в которой тоже прекрасно прорабатываются все блоки, страхи, зажимы в течение двух часов в режиме онлайн. И цена на игру, она, конечно, меньше 3400 или 3900. Не помню уже сейчас точно сколько. Вот такая вот программа у нас с вами на будущее. И я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы были сегодня здесь со мной, за то, что вы работаете над собой. И, пожалуйста, сейчас мы будем с вами уже заканчивать, но я бы хотела от вас услышать какую-то обратную связь, что вы чувствуете. Понравилось? Ну, понравилось, не понравилось. Такое-то оценочное осуждение. Мы здесь не в школе. То есть, ну да, вот то, что понравилось. Спасибо, спасибо большое. Но лучше напишите, как вы себя чувствуете, как вы себя ощущаете, потому что для меня, как для ведущего вебинара, очень важно, чтобы вы ушли не в подавленном, да, негативном состоянии, скажите, о, всё, Екатерина у нас там загрузила, а чтобы ваше состояние было лёгким, наполненным энергией. Поэтому жду, да. Вот Ольга пишет, шикарный курс. Спасибо за предложение. Ольга там, пожалуйста. И если есть, кстати, какие-то вопросы, то это тоже время для вопросов. Именно сейчас. Состояние солнечное. Спасибо вам. Спасибо, Ольга. Спасибо, что поделились. Большое спасибо. Очень всё понятно и доступно. Информация легко воспринималась. Виктория, спасибо большое. Спасибо за обратную связь. Лариса, Ветерина, благодарю за вебинар. Всё понравилось. Состояние благости. Лариса, прекрасно. Ирина, спасибо огромное. Интересно. Я в состоянии лёгкости. Вдруг всплыли прошлые отношения и легко ушли, как остаточное. Ну вот, Ирина, да, прекрасно. Потому что я тоже, вот я уже говорила вам, я была так удивлена, что, оказывается, я насиловала какие-то прошлые отношения в себе и даже не знала об этом. То есть они же действительно занимают какое-то место, хотя я этого не хотела. Вы большие молодцы, потому что, вы знаете, не все люди выбирают работу над собой. Намного проще сидеть на кухне, попивая вино и говорить, какие же мужики все на букву К, да, и какой мир весь плохой. Намного сложнее, но это достойно уважения, когда человек понимает, что всё начинается с себя, и он начинает прорабатывать себя изнутри. Поэтому вы очень большие умницы и молодцы. Я вас хвалю, я вас очень уважаю, милые девушки. Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня на вебинар. И я желаю вам, чтобы ваша жизнь была без боли, да, чтобы вот эта боль, если она у вас вдруг появлялась, то вы её прорабатывали методами, которые, может быть, узнали сегодня, узнаете в будущем. Но не копите в себе, не держите. Я желаю вам всегда быть в состоянии лёгкости, в состоянии потока, любить эту жизнь, дарить любовь, получать взамен. В общем, всех-всех-всех вам хороших пожеланий. На этом будем заканчивать тогда, да. Я вижу, что вопросов нет. Спасибо большое за ваши добрые слова. Я рада, что все уходят в состояние лёгкости. И на этом будем прощаться тогда, да. Час у нас подошёл к концу. Я надеюсь, что будет запись вебинара. Тем, кто смотрит записи, тоже можно будет задать вопрос в комментариях. Всем хорошего дня. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.